Азербайджан и Армения в процессе делимитации границы установили уже 35 пограничных столбов. Об этом накануне сообщили в пресс-службе заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Позже Кабмин Армении подтвердил информацию. Работа экспертных групп двух стран продолжается. Ну а тему мы обсудим с гостем на прямой связи со студией политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикерят Садыхов. Виктория Малим, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, Руфат. Процесс делимитации, демаркации армяно-азербайджанских границ идет полным ходом. Выполнено более 50% намеченных работ. Это большой успех для обеих стран. Но при этом в армянских СМИ активно тиражируется стереотип о неких уступках Азербайджану. Якобы Ереван отдал часть земель, своих земель, чтобы не было некой эскалации ситуации в регионе. Кому вот выгодно демонизировать Азербайджан, представляя его в качестве оккупанта, некого шантажиста и страны, которая может эскалировать ситуацию? Реальность Азербайджана заключается в том, что процесс делимитации отвечает интересам обеих сторон. Естественно, этот процесс был с большим опозданием, но фактически подписан протокол, прошло 8 раундов переговоров. И в конечном итоге сегодня там уже видны пограничные столбы, которые разграничивают территории двух государств. Они фактически... Это все говорит о том, что села, четыре села возвращаются Азербайджану. Они были захвачены, они были оккупированы. Это признала даже армянская сторона и даже бывший президент Армении Саркисян, который говорил о том, что это было сделано для того, чтобы Азербайджан якобы не взорвал там какие-то газовые линии. То есть какие-то смехотворные, абсурдные заявления, которые даже просто не стоит комментировать. Сегодня против этого выступает определенная кучка людей. Именно кучка. Потому что те, кто стоит за ними, это силы, которые потеряли власть. Это реваншисты, это радикалы, финансируемые из-за рубежа, надеющиеся на восстановление власти, устранение Пашиняна и восстановление вот тех порядков, которые были в период оккупации азербайджанских территорий. Ну, поезд ушел. Ничего они не смогут сделать. Да, они очень агрессивны, они очень радикальны, они выступают, собирают какую-то категорию людей, но она достаточно незначительна. Потому что все же большинство граждан Армении, они понимают, что Азербайджан не та страна, с которой сегодня они должны воевать. Они могут потерять еще больше, и жертв может быть еще значительно больше, если они будут себя вести вот в такой плоскости. Процесс этот очень противоречивый, я имею в виду процесс долимитации, очень сложный, но он идет. И там даже армянская сторона занимается разминированием отдельных участков территории. И я думаю, что за этим последует очередь других четырех азербайджанских сел, которые были оккупированы Арменией, которые они должны вернуть Азербайджану. Потому что на карте, по признанию самого Пашиняна, этих сел на карте Армении никогда не было. И этим все и объясняется. Ну, Дмитрий Атмайлович, все же значительная часть армянского общества все еще не готова принять новые реалии, которые сложились в регионе после Второй Карабахской войны. Какие шаги все-таки должно предпринять армянское руководство, чтобы граждане убедились в том, что происходящее в регионе, изменения идут исключительно на пользу обеим сторонам? Ну, конечно, необходимо усилить какую-то информационно-пропагандистскую работу в самой стране, внутри страны. Это и подключение телевизионных каналов, средств массовой информации, какие-то должны происходить дискуссии, диспуты. Представители власти должны убеждать, обоснованно убеждать свое общество в том, что эти села никогда не принадлежали Армении. И в конечном итоге они должны быть возвращены Азербайджану. Но, к сожалению, мы имеем дело с очень противоречивой, не самостоятельной в определенном смысле, и непоследовательной властью в Ереване. Что мы наблюдаем? Вот Пашинян приезжает в эти села, он приезжал, и показывая, так сказать, на карте часть территории этих сел, он утверждал, что они не принадлежали Армении. Да, это правильно. Но потом следующим его тезисом является заявление о том, что они должны это сделать, потому что Азербайджан может развязать войну против Армении. То есть это одна сторона вопроса. Сейчас, вот в последнее время, уже после того, как подписан был этот протокол, он заявляет о том, что мы не должны бояться Азербайджана. Мы должны быть рядом. Если даже это расстояние составляет 50 метров, это ничего страшного. Мы не должны бояться азербайджанцев, азербайджанцы не должны бояться армян. Вот трудно понять, понимаете, логику и последовательность подобных заявлений премьер-министра Армении. И несомненно, с таким политиком, государственным деятелем, с такой властью вести переговоры очень сложно. Естественно, на него оказывается определенное давление. Наверняка и извне, и внутри страны. Эти внутренние силы пытаются оказать уже на него и психологическое, и политическое давление. Но в целом, я должен сказать, что, и я думаю, что это не только мое мнение, процесс делимитации идет, установлены пограничные столбы. Несмотря на протесты, несмотря на фактически нежелание отдельных элементов, отдельных политических сил соглашаться с такой реальностью, мы все-таки добились того, что эти села фактически возвращаются Азербайджану. И я думаю, мы будем делать все необходимое в последующем, чтобы были возвращены и другие села, которые еще находятся под контролем Армении. Действительно, Федор Азербайджан продолжает делать все. И вот процесс делимитации и демаркации, как отмечает эксперт, это первый шаг на пути к подписанию того самого мира, который был предложен Азербайджанам. Что будет на следующем этапе? Что ожидать от встречи, которая состоится в Алматы между Джихуном Байрамовым и Арратом Мирзаяном? Да, встреча, по-моему, состоится в Астане, насколько я знаю. Но я думаю, что это главный позитивный показатель состоит в том, что здесь нет посредников. И казахстанская сторона, она как раз об этом и заявила. Она сказала, мы лишь предоставляем площадку для переговоров, и мы готовы, так сказать, оказать свое содействие в положительных результатах этого переговорного процесса, который будет проходить на казахстанской земле. Это хорошо. Понятно, что это очередной шаг на пути вот такого дипломатического сближения, обмена мнениями, продолжение процесса сближения с Арменией и решение ряда проблем на пути к подписанию мирного соглашения. Но это, конечно же, не единственная процедура, не единственный шаг. Здесь армянская сторона должна вернуть, как я уже сказал, еще четыре села азербайджанских нам. Здесь необходим такой вот очень здравый взгляд Еревана на вопрос открытия Зангизурского коридора. Это то, что является очень важным фактором для полной стабильности и безопасности в этом регионе. То есть коридор, который соединяет основную часть Азербайджана с ее снахчеванием. Он должен быть открытый, они должны пойти на это. То есть вот есть факторы, которые как бы пока еще являются препятствием на пути подписания соглашения. Я думаю, что если Ереван вот так же, как в случае с возвращением нам восьми сел пойдет и на открытие без всяких препятствий, проволочек, создания проблем Зангизурского коридора, то я думаю, что в конечном итоге мирное соглашение может быть подписано. Спасибо большое, Ереван. Спасибо за ваши ответы, за ваше подключение. На прямой связи со студией был политолог, профессор Западно-Каспийского университета. Вечер Садыхов.